Обморки, вялость, судороги – такие симптомы врачи зафиксировали у подростков, которые поступили в больницу жалобами на отравление. Оно наступило в результате употребления психотропных веществ. В середине августа медиками зафиксировано четыре подобных случая. В каждом из них медицина оказалась сильнее. Дети сейчас в порядке, а вот правоохранительные органы намерены разобраться, как несовершеннолетним попало сильнодействующее лекарство, которое отпускается в аптеках только по рецепту. А с начала года в Ангарском городском округе таких случаев произошло семь. Подростки от 13 до 16 лет получили передозировку медикаментами. Если в случае с отравлением психотропными веществами это по оценке специалистов было чрезмерное любопытство, то в остальных причиной послужила неблагоприятная обстановка в жизни ребенка. По возможности обеспечить безопасное хранение таких лекарственных средств дома. Либо пусть это будет ящик, закрывающийся на ключ, либо пусть это будет место, в которое ребенок не может попасть, либо не знает, где они находятся. Потому что последствия действительно достаточно серьезные. После лечения в реанимационном отделении ребенок переводится в стационар, где лечение продолжается. Это действительно может иметь очень серьезные последствия для будущего здоровья детей. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, внимательны и исключите такие возможности для наших детей. Но если несчастный случай все же произошел, здесь советуют специалисты. Важно не медлить. При отравлении лекарственными препаратами необходимо экстренно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время.